Привет! Сегодня поговорим о байт-коде. Топик большой, поэтому поговорим только в разрезе чтения. Я надеюсь, что вы знаете, когда вы компилируете Java или Scala-исходники с помощью Java C или Scala C, вы получаете так называемые класс-файлы, которые внутри содержат байт-код, который уже непосредственно исполняет JVM. Так вот, что такое байт-код? Из названия следует, что это, по идее, что-то связано с байтами, и в действительности это так. Ядро байт-кода составляет собой серия команд, так называемые operational кода, коротко ops-код, размер которых составляет 1 байт. Так что количество команд, как вы понимаете, ограничено 256 значениями. Операнды, к слову, тоже ограничены 1 или 2 байтами, так что получается обычная инструкция, где-то 3 байта. Еще одно важное замечание, перед тем, как мы непосредственно уже заглянем в примеры, следует сказать, что JVM это у нас стековая машина, поэтому команды обрабатываются по принципу first-in, last-out. Так, как же получить этот байт-код и посмотреть его? То есть у нас есть компиляторы JavaC и ScalaC. Если мы компилируем наши исходники, мы получим вот такого рода класс-файлы, которые, мягко говоря, нечитаемы. То есть вот этот класс-файл соотносится к данному Java-исходнику. Вот тут какие-то значочки непонятные, так что это мы читать не будем, а воспользуемся Java-утилитой JavaP, которая нам это делает, деассемплирует, и мы получим более нечто читаемое. Вот. Вот это уже с этим можно работать. Собственно, мы будем читать вот этот байт-код в таком виде. Итак. Я здесь подготовил некоторые примеры. Они в основном для Scala, и есть вот один пример для Java. Что ж, поехали. Для начала я предлагаю сравнить Java-овский Hello World и Scala-овский Hello World. Если мы посмотрим исходники, то они очень-очень близкие. Scala, как всегда, немножечко меньше, но на самом деле очень близкие. Но вот байт-код, который мы получили, он колоссально различается. Вот смотрите, вот это Java-овская версия. Общая какая-то информация, константный пул, различные объекты. В общем, всякие константы. И тут у нас есть два метода. Это конструктор и метод main. Сам метод main представляет себя, по сути дела, вызове static, загрузи переменную, вызове на статике метод. То есть вызове объект статический, вызове на нем метод. Вот эта вот решеточка 7, это вот мы идем в константный пул, смотрим наш метод и подбираем его. Вот. Все достаточно лаконично. А вот теперь давай посмотрим Scala-овскую версию. А тут у нас почему-то, во-первых, получилось два класс-файла. Я напоминаю, что на каждый класс формируется отдельный класс-файл. То есть один с решетцей, один без. То есть это обычно имеется в виду... Как называется? Это компаньон-объект. Из-за компаньон-объекта это все дело происходит. И здесь гораздо больше кода, я на нем останавливаться не буду. Я лишь хотел вот через Hello World донести следующую идею, что когда вы генерируете байт-код из Scala-исходников, на самом деле вы его получите больше. То есть исходники короче, но байт-код длиннее. И поэтому, собственно, Scala-код на самом-то деле он будет средним из-за размеров, из-за количества команд, которые приходится выполнять немножечко медленнее. Так. А теперь давайте посмотрим другие примеры. Другие примеры. А, перед тем, как перейти к другим примерам, я вот сказал, что у нас операнды могут один-два байта. А почему два байта? Откуда два байта? Тут отличный пример подойдет longvsint. То есть у нас есть функция, которая работает с интами, а есть с лонгами. Давайте посмотрим реализацию. На более низком уровне посмотрим наш байт-код. Для начала предлагаю рассмотреть с интами. Все достаточно просто. Смотрим стэк, стэк это у нас, то есть насколько погружается глубина. Это локальные переменные аргументы. А размер локальных переменных. То есть, а лот, ой, загрузи первую переменную, загрузи вторую переменную, суммирую и отдай значение. Все достаточно просто. Если мы обратимся к лонговской вариации, то видим, что стэк у нас увеличился и количество локальных переменных тоже увеличился. А почему? Потому что вот long, он занимает два intа, по сути дела. Поэтому long 1, long 2, и потом мы суммируем. То есть у нас на самом деле стэк немножечко разрастается. И память, понятное дело, тоже разрастает. Я хочу рассказать, что с точки зрения стэковой машины, с винтами работает лучше. Такс. Дальше поехали. Дальше я предлагаю рассмотреть такой простой вариант, как compare. И лишний раз напомнить, вернее не напомнить, а сакцентировать внимание, что на скале надо писать достаточно аккуратно, потому что шаг право, шаг влево, и вы можете получить очень много дополнительных ненужных локаций. У меня есть... Вот тут я реализовал две очень простые, на первый взгляд, функции, которые что делают? Сравниваю два intа. Но один через жавовский код, а второй уже более такой скаловый. Давайте посмотрим снова простую реализацию, то есть скаловскую реализацию. Что здесь? Подгружаем первую переменную int1, подгружаем вторую переменную, int2 вызываем статический метод. 46, вот. 46 ссылается вот на эти два. И, собственно, сравниваем, я отдаю значение. Все просто. А вот теперь давайте посмотрим более сложную вещь. Почему более сложная? Потому что смотрите, что происходит. Всякие методы, всякие штуки непонятные. Что же здесь происходит? А происходит здесь следующее. Для начала создается ссылка, потом она... Ссылка вот на reach int. Затем она дублицируется. А почему вообще reach int возникает? Потому что ведь у intа нет метода compare. То есть мы не можем работать с intом здесь как с примитивом. Нам, ну, приходится его оборачивать. Поэтому вот этот reach int и возникает. Дальше вызывается статический объект predef. Загружается переменная это. И затем вот у этого статического объекта вызывается метод intwripper. И этот intwripper, по сути дела, он, к слову, заинлайнен. И там его реализация, что вызывается конструктор init. Вот reach init. Который примет в итоге вот эту переменную и еще поглотит одну ссылку. В итоге мы вот это вот все спровоцировало создание, создание аллокации нового объекта. Что не очень здорово. Вы же понимаете, что нужно ходить потом будет в heap. Дальше мы загружаем нашу вторую переменную. И поскольку переменная-то у нас intовая, обычный int. То есть у нас же там, это, по сути дела, скалы, экстендации, а не валы. То есть будет у нас оберка. Вот, собственно, она тут и происходит. И после того, как у нас получалось два объекта, а почему здесь нужно оберк? Потому что компейер там принимает обжит. И, собственно, потом один объект мы сравниваем с другим и возвращаем значение. Поэтому вот такой вот код с виду, он достаточно простой. Но по факту происходят две ненужные аллокации и ненужные вызовы. Все могло быть гораздо проще. Там, по-моему, есть вот такая вот версия. И она уже, по идее, работает очень похожим образом вот на это, если я не ошибаюсь. Так, дальше поехали. Дальше я хотел еще поговорить о рекурсии. Рекурсия. Рекурсия. То есть вы знаете, такое понятие, как хвостовая рекурсия. Вот есть у нас обычная рекурсия. Итак, хвостовая... Ой, начнем с условно плохой. То есть с рекурсии, где мы можем получить stack overflow. Stack overflow. Вот, реализация снова байт-кода. Что у нас здесь происходит? Грузим первую переменную. Грузим константу нулевую. Сравниваем. Если равно, то сразу погружаемся вот на десятую строчку. Подгружаем вот эту константу и возвращаем ответ. Если не равно, то мы снова грузим первую переменную. Грузим константу единичку. И снова идет сравнение. Если сравнение не получилось, то по сути дела мы переходим в ветку else. А ветка else что представляет? Снова грузим нашу i. Подгружаем this. Вот это allo, вот это this. Потом снова загружаем нашу переменную. Потом загружаем опять константу. Потом вычитаем минус единичку. И затем вот на этом dc, который мы вот раньше позвали, по сути дела, мы вызываем... Пактрилбет. И что в итоге у нас произойдет? Я к чему? Что вот этот вот стэк... Да, тут немного схлопнется, но по факту вот этот стэк, он будет разрастаться с каждым следующим вызовом, когда мы переходим вот в эту ветку. То есть вот через bytecode на самом деле даже более наглядно происходит, что мы уйдем в стэк оверфлоу. То есть у нас идет накапливание. А вот в хорошей версии это накапливание происходит. Каким образом это происходит? Давайте по порядку. Здесь, во-первых, iload. Мы опять грузим первую переменную, грузим константу, сравниваем. Если неудачно, то мы провалимся в ветку else. А если удачно, то мы сразу подгружаем константу и ее отдаем. Ветка else. Мы подгружаем переменную i, подгружаем константу, вычитаем и сохраняем ее в локальных переменных под индексом 3. Затем мы загружаем нашу вторую переменную, загружаем снова i, мультиплицируем и загружаем в локальных переменных под индексом 4. Затем мы эти, то что у нас лежало в индексах 3 и 4, мы их перекладываем, вот это вот, вот эти вот две строчки, в индексы 1 и 2. А затем мы начинаем сначала. То есть, по сути дела, это некий цикл. То есть, go to. Собственно, вот. Я здесь еще рассматривал pattern matching, и, ну это я предлагаю вам самостоятельно. И еще я рассматривал здесь implicit, и я вам тоже предлагаю самостоятельно разобрать. Единственное, что я тут скажу, что вот так вот писать верно, а вот так вот писать неверно. Почему? Я вам тут предлагаю вот самостоятельно вот пройтись по этим классам и проследить вот прям вот эти переходы. Но вот здесь, по сути дела, это сведется к статическому выводу, вызову. То есть, вот тут, смотрите, вот, да, мы создаем сперва класс person, да, а вот эти вот методы, да, то есть, в этом случае, вот, the greeting animal, это, по сути дела, статический вызов. А вот эта версия, это значит, мы возьмем этот person, обвернем его, то есть, аллоцируем новый объект richPersonBack, but, и затем лишь вызовем greeting. Так что писать здесь animal нужно. Такс, чтобы еще, да, кода там, на самом деле, достаточно много, его смотреть не скажу, что прям легко. Вот они, good и bad. То есть, вот эта вот аллоцира персона, вот она одинаковая, а вот с этих начинается разница. То есть, где-то потянется static объект с методом, а где-то будет аллоцироваться новый объект, и на нем уже будет вызов, на нем будет вызов метод экритинг. Собственно, пожалуй, вот. Да, это я выложу в этот, на GitHub, если захотите, посмотрите более внимательно. Так, и в конце, в конце хочу сказать следующее. Если вы обычный продуктовый разработчик, то, скорее всего, знание, как читать байт-код, оно вам и не понадобится на практике. Даже больше скажу, если вам вдруг пришлось читать байт-код, возможно, что-то пошло не так. А вот если вы в компании а-ля JetBrains, возможно, неплохо бы и уметь читать. На этом все. Увидимся в следующий раз.